всем здравствуйте как ваши дела как ваше настроение здесь вас все хорошо мне тоже сегодня мы с вами сделаем расклад на осень посмотрим какая у нас будет осень мы не будем смотреть по сферам либо там не знаю что нужно отпустить все такое мне просто хочется посмотреть в общих чертах какая будет у нас осень по энергиям вот не знаю наверно это будет такой коротенький расклад потому что каждый месяц я так или иначе сделала аналитический такой расклад на целый месяц позиции вы видите перед собой я вам благодарна за ваши комментарии за ваши лайки за то что вы все-таки ставить вот и давайте приступим и так позиция номер один голубенький камешек единички смотрим какая у вас будет осень ну выпадает аркан императора императора прекрасно прекрасная будет осень мне так кажется мне так кажется какая будет осень дайте ощущение того что вы наверное за долгое время впервые может быть возьмете управление своей жизни в свои собственные руки ощущение такое знаете по энергиям что вот ваша осень она будет сфокусирована именно на моменте здесь и сейчас не на будущее не на прошлое вас ничего не будет беспокоить вот по поводу того чего еще нет либо того что уже утрачено вы полностью будете сфокусированы как минимум на своем деле тем чем тем чем вы занимаетесь либо вы будете сфокусированы в моменте здесь и сейчас будете решать задачу по мере их поступления в таком знаете вот уверенном настрой при этом это позитивно здесь нет угрюмости здесь нету какой-то такой вот закостенелости а наоборот присутствует такой знаете вот мужик сказал мужик сделал вот без каких-то лишних таких эмоций и переживаний это не будет осень не будет сухой а это вот такая общая энергия поставили задачу достигли и и вы мне ощущение того что если это касается профессиональной сферы этой энергии вы будете получать удовольствие вы получите признание вы получите статус который вам необходим у вас по расшириться ваши полномочия вас будут на вас будет возлагаться больше надежд больше ответственности но вам они не будут в тягость почему потому что вот вы выросли вы уже способны вам в этом будет достаточно комфортно вы это знаете вы это умеете вы будете просто элементарно действовать 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 и при этом ваши действия они будут набирать какой-то такой вот вес значимость стабильность прочность взаимодействие с людьми люди будут как-то к вам прислушиваться здесь есть уважение здесь у вас будет общение на равных с людьми здесь я не вижу каких-то болезненных моментов уроков там проигрываем меня жертву либо еще что-либо здесь вот такая энергия очень приятная и вот именно энергия осенью урожая вот мне идет некий такой урожай что то вы будете вкладываться и вы будете получать результаты своего собственного дела да то есть урожай будете собирать вы будете это чувствовать вам это будет нравиться вот вы будете как будто бы получать удовольствие от того кем вы стали по крайней мере осенью тем человеком которые знаете вот реалистом здесь идет такая энергия реальности и еще расскажу она не сухая она наоборот приятная потому что нету лишних вот ожиданий нету лишних переживаний ничего лишнего да вот вот в моменте здесь сейчас я это проживу я сделаю все что мне необходимо а дальше мы разберемся вот такая вы знаете спокойствие и уверенность в себе прям вообще замечательно что касается энергии насколько вы будете ресурсы насколько вы будете реагировать как тогда способ вашего вообще реагирования на что-либо то здесь вот выпадает как раз таки королева пендаклей говорящий о том что ресурсов у вас будет предостаточно до желание что-то приумножать желание что-то расширять но это вот все будет такое понятное и конкретное и меня это очень радует почему потому что нету туманности нету вот этой вот лунности не присутствует либо чрезмерные какой-то мечовости вот все такое знаете хозяйственное вот хочется знать когда смотришь на людей которые работают руками посмотришь на них и говорит блин все ладится у этого человека говорят руки растут оттуда откуда надо и вот и смотришь это любуешься работой другого человека что она все вот вот все так как надо все ладится все правильно хочется сказать что все это так легко это так мастерски это красиво вот ваша жизнь осенью она будет такая у вас будет и желание что-то приумножить что-то расширить невозможно где-то как-то сделать запасы на зиму если это будет необходимо вот работа будет лазиться кипеть и ладится вот прям любо-любо дорого говоря до смотреть на вот меня здесь почему-то показывает что кто-то дом строит а вот здесь вот как картинка такая знаете дом стоит как в мульте когда собрались там заяц медведь и вот все как-то сообща что-то строит этот теремок и это теремок он такой вот и и красивый и расписной и все продумано и и все так как надо такое ощущение что такого в вашей жизни как минимум очень давно не было а как максимум вообще никогда чувство что вы как-то вот не знаю повзрослели психологически и вы как будто бы наслаждаетесь вот этой вот своей зрелостью в плане того что вы как будто бы понимаете как все устроено вокруг и не придумываете ничего лишнего а просто пользуетесь тем что есть что имеете под руками что имеете в своем арсенале способности таланты умения навыки знания в этим всем пользуетесь и вам как будто бы не надо сидеть и мечтать о чем-то там что будет завтра огорчаться о том что вы потеряли вот вы уже как будто бы это все переросли вы просто наслаждаетесь именно вот здесь удовольствие от императора понимаете он не сухой какой-то старик консервативный а он именно вот такой знаете вот в зрелости такой когда еще в самом соку и при этом я не знаю жизнь есть в этом нету сухости есть в этом жизнь мне кажется в очень долгое время к этому стремились если мы говорим о вашем каком-то удовлетворение земно материально это может быть физическое ваше ощущение в пространстве это может быть покрытие ваших каких-то потребностей это может быть вообще удовлетворение от того как вы проживаете комфорт уют удобства то здесь у вас выпадает туз кубков что очень прекрасно вы будете получать удовольствие то что я говорю вы будете получать удовольствие от того что вы уже имеете от того что вот жизнь вам будет казаться комфортный такой приятный наполненный здесь вас будут знаете вот как будто бы все цветет потому что все-таки вода и земля это братские такие стихии взаимодополняющиеся взаимо усиливающие то есть вот от того что вы получаете что-то в этом материальном мире от этого будет зависеть как-то и ваше эмоциональное состояние и наоборот ваши эмоции они будут влиять на ваш достаток то есть вот здесь все в позитивном ключе друг друга она как будто бы усиливает то есть вот ваше внутреннее я говорю по императору вы как-то успокоитесь ваше внутреннее вот это вот центрирование спокойствие она будет влиять как раз таки на ваши результаты на то как вы будете ощущать себя достаточно комфортно будет ли покрыты ваши потребности да по крайней мере эмоционально вы это будете ощущать вы будете ощущать именно наполненность какой-то вы знаете здесь еще может присутствовать какое-то духовное какое-то удовлетворение я говорю вот это вот ощущение этой зрелости уместности того что с вами происходит и вот здесь вот элементарными словами это можно описать каждый день в хорошем настроении вот человек пребывает каждый день в хорошем настроении вот это если так понятно и просто а если как-то вот замысловато то здесь будут еще знаете как какие-то шансы какие-то шансы и будет зависеть от вас насколько вы сможете за них ухватиться насколько вы сможете их реализовать возможно какие-то вот сможете раскрыть в себе какие-то способности кто-то может быть здесь получать удовлетворение от своего какого-то духовного поиска понимания себя да вот кто я есть куда я иду вы как будто бы будете видеть результаты уже это не будет на уровне ментала а это будет вот в реальном вашем мире вы как будто бы будете понимать например находитесь ли вы на своем месте или нет занимается ли вы своим мест делом или нет то есть вы будете получать подтверждение какие-то осязаемые от этого мира и которые будут вас еще больше наполнять что касается вот эмоционального вашего какого-то удовлетворения либо страхов то здесь вообще я не вижу что были какие-то страхи здесь вы как будто бы я не знаю я говорю берете жизнь в свои руки вот колесничий нам про это как раз таки говорит человек который смог понять до свои темные аспекты и какие-то свои позитивные качества вот он умеет ими управлять и он движется вперед да то есть вот здесь будет все время желание куда-то пойти какого-то движения дам возможно вы действительно будете как-то передвигаться и эти ваши передвижения они будут сопровождаться какими-то эмоциями которые вас в большей степени будет еще наполнять здесь как будто вы найдете вы знаете вот это вот свою внутреннюю силу да я уже говорил в одном из раскладов вам по первой позиции как будто бы словили свою волну но вот или вы это ощущаете на эмоциональном плане вы двигаетесь вперед вас ничто и никто не может остановить вы не обращаете внимание на возможно как-то уловки своего собственного эго в плане там самобичевания либо самонаказание вы что-то такое это уже вам вот вы как-то вообще не обращайте на это внимание у себя как минимум и как следствие очень важно когда вы присутствуете в таких энергиях мир вам показывает как раз кита в каком состоянии вы сейчас пребываете ваш внутренний мир и я могу предположить что здесь как раз таки вы будете видеть людей вокруг себя намного больше улыбающихся больше таких позитивных людей которые хотят что-то делать люди которые хотят что-то менять в этой жизни что-то созидать в этой жизни это классно чем больше вы в себе это открываете тем больше таких людей вы будете встречать на своем пути и это будет вас еще больше наполнять то есть здесь вот какая-то такой знаете механизм один за другим очень все вот по нарастающей да как-то вот движение это происходит она идет внутри вас и вы это видите во внешнем мире и вот вы улыбаетесь я не знаю здесь очень много улыбок здесь нет вот этой радости чрезмерные какой-то детской она и не нужна а здесь какое-то вы знаете какая-то зрелая вот это вот улыбка такая приятная от ощущения того что да я это понимаю да я этим владею я знаю я умею это знаете когда смотришь не знаю какой-то фильм например касательно вашей профессии до либо смотришь на какого-то человека который рассказывает какие-то азы вашей профессии а вот смотрите улыбается потому что вам понятно вы знаете о чем он говорит вы знаете как этому прийти но вы молчите просто наблюдаете и вот где-то внутри знаете как это ощущение да да новое поколение до когда ты я таким был и вот этот путь проходил вот смотри где я сейчас и вот это вот внутреннее ваше удовлетворение и кайф от самого себя что мне это нравится вот ощущение того что знаете когда человек достигает какого-то своего мастерства он свое дело уже ведет не с точки зрения продаж либо как вот какой-то конкуренции как мне недавно мой старший сын сказал что если на работе нету стресса то у меня это вот работа вообще никак не заводит я вообще была удивлена потому что этого абсолютная противоположность меня то есть когда есть стресс я я вообще не ничуть не эффективны вот здесь как раз таки речь идет не про этот стресс а речь от того что я уже знаю когда то есть вот это когда есть у мастера в загажнике 100 тысяч часов он уже набил себе все возможные шишки он уже знает он уже понимает как он просто берет и делает и вот от этого делания в этом процессе он получает удовольствие почему потому что вы знаете здесь какой процесс удовлетворения от работы и он не не переживает он не парится по поводу того как продать ему эту работу потому что он сто процентов уверен внутри себя что то что он делает это продается то есть люди сами его будут находить но здесь вот какие-то такие энергии ощущения идут на эмоциональном плане и безусловно я вам сказала какое-то передвижение какое-то движение то есть может быть как развитие какой-то ситуации касательно вашей личной жизни здесь тоже может быть то что связано с эмоциями это может быть я не знаю ваши взаимоотношения с вашими детьми то есть там эти задействованы эмоции это может быть личная жизнь неважно здесь вот какой-то хочется сказать какой-то прорыв на прорыв не в плане ваших взаимоотношений что они стали как будто бы развиваться нет а здесь первично ваши внутренние какие-то перемены того как вы видите эту ситуацию вашей личной жизни и дальнейшее движение идет благодаря тому что вы как-то изменились вы сделали этот прорыв вы двинулись вперед и причем это эмоциональный план для вас осенью будет очень важность так и какие-то изменения так скажу какие-то перемены грядут вашей личной жизни и неважно чего бы они касались там уход приход встречи знакомства расставания вы будете получать удовольствие от этого потому что вы акцент будете держать на себя вы себя понимаете и вы четко знаете что окей не по пути до свидания благодарю идем дальше встретились вообще прекрасно значит время пришло да значит вот здесь какая-то такое знаете спокойствие но она приятная она приятная если мы говорим вообще ваших вашего отношения к жизни давайте так скажу о ваших мыслях о построении какого-то вашего ну дальнейшего возможного пути до а вашего движения о том как как жизнь будет протекать через вас у вас выпадает королева жезлов да то есть огненная такая энергия очень яркая очень активная здесь будет общение здесь будет коммуникация мне кажется что возможно новые люди как-то будет привлекаться вашу жизнь каким-то образом а возможно это на работе возможно личная жизнь но вот коммуникация будет достаточно вы будете проживать эту жизнь и вот вам будет нравится это здесь вот ключевое состояние что мне нравится вы как будто бы не знаю здесь даже не управляете а вот еще расскажу словили какую-то волну и в ней классно в ней классно вот вот такая у меня была первая позиция не буду больше выкладывать карт более подробно мы посмотрим что нас ожидает сентябрь вот чуть позже а мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двоечки смотрим вас общие энергии вашей осени какая у вас будет осень у вас осень будет с переменами какие-то новые перемены общая энергия выходит по девятки кубков энергия которая говорит об удовлетворении но я не вижу чтобы здесь была какая-то радость а здесь нету радости наполненности нет здесь есть какая-то замкнутость закрытость интровертность ощущение того что вот я хочу как будто бы наполнить себя с ресурсами как-то восстановиться больше вы будете акцент делать на себе вы как будто бы знаете присутствуете в жизни привлекаете больше внимания на себя обращаете внимание на себя либо привлекать внимание к себе но как-то ярко сказать что вот вы будете проживать эту осень нет здесь нет такого здесь есть почему-то мне идет больше созидание какого-то созидание себя позиции наблюдателя мне вроде бы хорошо меня никто не трогает окей вы как будто вы знаете как-то косвенно присутствуете в этой в этой игре в этой жизни это когда человек например приходит на какой-то праздник на какой-то какое-то мероприятие и вот все как-то веселятся радуются как-то общаются коммуницируется между собой а вы всегда тут вот не всегда вот осенью вы тот человек который всегда стоит сторонки опять сказала слово всегда хорошо и наблюдает за процессом вроде бы вы и среди людей вы вроде бы и находитесь в этом празднике но при этом вы вот как сохраняете свой какой-то нейтралитет вы сохраняете свое какое-то пространство и вам в этом окей вы вы и им как-то и сопричастны к чему-то и в то же время не включены в это вот вот как-то какая-то такая энергия у меня идет этой осени если мы говорим об энергиях вообще проживания этой жизни да вот как-то мотивации включенности возможно дату здесь у нас выпадает по шкупках опять-таки которые показывают что вот как-то я не совсем да и включен да у меня есть интерес да в принципе есть любопытство что-то попробовать какие-то вот что-то я переживаю но это вот все такое мелкое очень мелкая как будто бы вот по капли капа по капли вы что-то проживаете что-то берете от этой жизни здесь принципе нет какого-то желания очень сильно активничать вот почему-то мне идет так и это не случайно почему потому что все что связано у вас бессознательным выпадает аркан смерти говорящий о том что сейчас происходит как раз таки может быть и вот этот вот стык переход времен ну то есть эпох с лета на на осень у вас идет на эмоциональном плане вот какие-то изменения перемены то есть где-то глубоко внутри вас начинает включаться какое-то неудовлетворение той жизнью которые вы проживаете и она говорит о том что вы задумываетесь о том как вам дальше жить почему потому что нет удовлетворения либо ситуации либо своей собственной жизнью то есть здесь возможно опять таки идут периоды какого-то взросления и вот эти вот кризисы понимание того что вот ну не все меня радует так как есть вот и хочется как-то вот немножко иначе но пока как иначе я не знаю как ссоре пока как иначе я не знаю и я нахожусь немножко в таком зависшем состоянии вот в этом зависшем состоянии почему-то вы падаете в какую-то пропасть для чего для того чтобы вот увидеть какие-то свои теневые аспекты не знает для чего вам это нужно но именно осенью будет вот вы как будто бы падаете на какое-то дно бездны скорее всего для того чтобы увидеть что нету ничего хорошего вот в этих каких-то негативных проживаниях как например как лень как расстройство как переживание как самоуничижение то есть вам как будто бы это покажут этой осенью чтобы вы больше к этому никогда не возвращались здесь есть бессознательные какие-то ваши сценарии непосредственно связаны с завершением с умением отпускать прошлое с умением ставить точку с умением завершать какую-то ситуацию разрушать разрушать то что уже не имеет какой-то ценности для вас какого-то значения но это какие-то естественные процессы это не в запад не внезапно поэтому вы всю осень будете так проживать здесь нет ничего такого резкого чтобы вот вас как-то пугало но возможно здесь вы свой сценарий именно по поводу я по-моему в одном из раскладов если я не ошибаюсь прошлом сказала вам у вас там была пятерка кубков и говорила об утрате вот вы здесь как будто бы вот этот сценарий будете проживать умение отпускать умение ставить точку на том что уже отжила то что уже закончилось то что завершено то есть как будто бы знаете выбирать себя большей степени выбирать то что вы хотите то что вас наполняет вот вот вы осенью этому будете обучаться что касается вообще я не вижу чтобы здесь если кто-то ожидает какое-то знакомство не вижу что было какое-то знакомство либо новые люди вы как-то другой другие вещи вас будут беспокоить вот так скажу этой осенью вообще вы будете проживать очень сильная трансформация в плане и мы садим эмоции каких-то своих переживаний вы будете пересматривать то как вообще вы проживаете эмоции и вот свои какие-то страхи связанные с завершением из перемены вы как будто бы знаете вот боитесь перемен боитесь какого-то движения на что жизнь здесь идет как-то дальше что ли если мы говорим о комфорте непосредственно связанные с нашим проживанием до уютом удобствами физическом плане то здесь как раз я тоже выпадает аркан силы почему говорю тоже потому что аркан силы у нас напрямую говорит о преодолении каких-то внутренних своих страхов украшения вот это своего животного своего льва своих каких-то рефлексов инстинктов возможно да то есть понимание их то с чем вы столкнетесь глубоко поэтому вы каждый раз когда будете прорабатывать что-то на эмоциональном плане вы будете получать какую-то внутреннюю свою сатисфакцию да какое-то удовлетворение от преодоления чего-то то есть возможно долгое время что-то у вас там не разрешалось ну что-то не получалось что-то не не складывалось так как вы хотели и вот вы кому-то по осенью это все будете прорабатывать и каждый раз когда вы будете смотреть страху в глаза и вы будете идти в этот страх вы потом будете как будто бы накоплять накапливать свою силу чувствовать себя более уверенным человеком того чтобы что-то преодолеваете ты знаете какие-то эмоции старые отжившие которые будут вашей жизни уходить вот эти негативные вы будете даже удивляться а почему я раньше этого боялся почему я раньше так вообще думал то есть вы как будто бы знаете вот отрезвеете и обратите внимание что а почему я жил именно вот с этим страхом чего я тут боялся здесь нету ничего такого особенного вы найдете в себе вот эту силу духа силу воли для того чтобы жить как-то более комфортно более безопасно вот вам осенью вопрос безопасности он будет стоять очень активно и очень ярко будет вашей жизни что касается вообще движение жизни осенью дату как она протекает через вас то как вы вообще движетесь и относитесь к жизни то здесь у нас выпадает прекрасный туз жезлов который говорит о новых начинания до новые какие-то идеи новые желания новая какая какой-то свежий воздух искра которая войдет вас и она будет двигать все эти процессы которые будут вас происходить то есть у вас будет рождаться какие-то идеи какие-то мысли возможно возможно вы будете вскрывать здесь какие-то свои убеждения по поводу вот именно своей инфантильности и неуверенности и вы как будто захотите с этим поработать да вот будете как-то сталкиваться в жизни с этим будете на это делать акцент и будете прорабатывать вообще не могу сказать что вот какой-то свежий свежий глоток новых идей будет в вашей голове как будто бы по-другому именно по-новому как-то будете мыслить вот если сказать немножко шире что ли нежели обычно вот как то вот это вот обычности у вас не будет у вас будет приходить какие-то не знаю знаете вот как инсайты как как какие-то вспышки а почему бы не попробовать это его бы то вы будете все время удивляться сами себе и говорить через на я раньше вообще об этом никогда не думал вот очень много таких моментов будет вашей жизни когда вы будете сами себе то говорить почему я сам об этом никогда не подумал или какая странная мысль с чего бы это вот здесь что-то такое идет поэтому осенью она будет больше я бы сказала интровертный вот но здесь нету груза понимаете здесь вы не грузитесь то есть даже те трансформации которые у вас идут они как будто бы идут знаете вот в процессе когда вы погружаетесь в себя о чем-то там размышляете и вот вам как будто бы будет открываться ноги новые дороги новые пути как в неком таком знаете экстазе расслабленности и вот вам показывают разные варианты картинки вашей жизни и вывод как будто бы в этом получаете какое-то внутреннее свое удовлетворение о том что я могу выбрать знаете вот ощущение того что дозволенности вот вам как будто бы разрешили что-то и вывод в этом в этой дозволенности смотрите разные варианты и вам нравится что я могу и это я могу и это но здесь нет удивления этому а здесь как будто бы как данность какая-то вы принимаете вариативность ситуации разворота и вы просто выбираете ok я попробую это а это я никогда не пробовал интересно было бы ну давай попробую то здесь нету какой-то вот эмоциональности которая присутствовала у вас ранее при выборе того или чего-то другого здесь другой подход я говорю энергия вообще на этом все у меня для вас двоечки энергии просто вот они уже сменились я говорила в раскладе когда делала прогноз на этот год я сказала что очень сложный год начала будет весна лето как-то вот она будет более ну нейтральным что ли и вот начиная с осени мы уже будем как-то вот получать свои плоды и вот сейчас ощущается эта энергия именно того что осенью сейчас мы получаем плоды того что было непонятно весной то что было как-то вот мутным туманным трудным преодолевание каких-то сложностей вот сейчас сейчас мы как будто бы ситуация она проясняется вот позиция номер три зелененький камешек троечки посмотрим вас что что вас ожидает этой осенью башня тройки наверно опять вспомнили что пришло время каким-то переменам на дали вам передышку летом видимые сейчас осенью приходит перемены что вас ожидает осенью ну во первых хочется сказать сразу какие-то энергии непосредственно ваши действия связанные с вашей недвижимостью да может быть приобретение может быть кто-то захочет приобрести какую-то недвижимость все что связано с квартирами все что связано если работа то вот какой-то какая-то многоэтажка да то есть здесь знание знание здания может быть и даже и знания как-то связано с многоэтажкой энергии будут внезапности вот вся осень она будет внезапная в плане того что знаете ничто не предвещало перемен я не говорю плохие или хорошие вообще перемен но вот фактор внезапности неожиданности он здесь будет присутствовать здесь будет идти перемены у вас ваше мышление будет очень часто у вас будет разрыв шаблона прям вот прям знаете вот как будто бы треснула вот что-то треснуло треснуло вот из этого треснуто вы знаете вот как картинки показывает в интернете бетон треснутый или ну на дороге его через него сквозь него про проходит какой-то цветок да то есть невзирая на преграды жизнь продолжается вот здесь что-то такое я не говорю о том что вас трудности будут а вот у вас ваше мышление здесь акцент на ваше мышление на как на какие-то сценарии то что уже должно очиститься то что должно уйти здесь идет очищение кто-то может сказать что опять как по аркану смерти либо там дьяволу что там перемена нет это это нет нет трансформации здесь нет трансформации здесь просто какие-то ситуации будут которых вам будет очень четко показывать то как вы раньше думали и как больше думать не надо то есть поступать не надо здесь будет какие-то точечные моменты здесь нету долгосрочности прям таких вот найти последствий долгих а здесь вот как будто бы точечно вам показали но я не знаю например о чем-то негативном таком подумали и в своем задуме вот вы идете и ударили с головой об а косяк и вот вам так больно и вы словили себя на мысли что блин вот потому что подумал негативно значит так надо мыслить не надо и вот вы как будто бы таким образом вот это вот внезапностью да вы поняли что мыслить негативно не нужно то есть вот здесь какой-то моментальное скоротечное обучение она идет точечное вот вам показали подсветили в это сразу поняли применили на практике получили результат пошли дальше вот здесь что-то такое знаете это вот как это в музыке кто играет на пианино да есть но я знаю вообще музыки на вот это вот так а то до называется когда но тут и проигрываешь как-то вот так вот резко что-то здесь такое такое проходит если мы говорим вообще убеждениях которые вас могут ограничивать осенью коль мы уже здесь говорили о сценариях то это будет связано с какими-то с какой-то вашей тревожностью да вот с какими-то вашими переживаниями вообще осень и она будет такая достаточно тревожная для вас вы будете бояться за свое будущее вы будете как-то переживать будут всплывать периодически какое-то чувство вины будут какие-то тревожные моменты апатия бессонница возможно головные боли да то есть вот такие не очень приятные моменты но они должны всплывать почему потому что если они не будут вы не сможете очиститься то есть вот осень вас скажем так под эгидой какого-то такого очищения да то есть то что происходит происходит сейчас очищение вас очищение того что то во что вы ранее верили вы увидите очень много обмана всплывет очень много обмана и самообмана в том числе и вот это должно было случиться для того чтобы вы увидели как будто бы реальность такой какая она есть если мы говорим о каких-то эмоциональных моментах до эмоциональный комфорт ваш то здесь я не могу сказать что вот вам прям будет очень сильно комфортно потому что вы вынуждены будете двигаться куда-то дальше то есть здесь передвижение это не 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 за границу недалекое передвижение это может быть даже вашем городе из одного района в другой да ну вот здесь бесконечное какое-то движение передвижения она присутствует но присутствует и одновременно и некая такая усталость нежелание куда-то дальше идти но вынужденность именно продолжить какой-то свой путь то есть это ощущение того что вот допустим я устал на работе но я вынужден на нее ходить и как-то дальше делать то есть здесь как будто бы вы себя еще в некой такой степени заставляете у меня ощущение того что вот вы как будто бы себя заставляете преодолевать допустим я там о чем-то переживаю волнуюсь но я у меня нету возможности сесть и подумать я вынужден допустим ходить на работу да вот какая-то вынужденность есть сложность какая-то здесь но при этом вы как будто бы вам не разрешают сесть подумать включиться в этот процесс вас все время заставляют двигаться дальше если мы говорим о том вообще насколько будет комфортно и ваша осень до проживания и что у вас будет по поводу ваших финансов выпадает аркан мага я могу сказать что здесь вы только будете выстраивать какую-то свою стратегию вы как будто бы будете с одной стороны думать на перспективу как бы вам получить допустим те финансы до либо реализовать у то желание которое вы хотите но при этом вот у вас все будет ладиться в руках почему потому что вы вот в своей сфере вы уже являетесь неким таким мастером и здесь вот как будто бы немножко даже на автомате идет происходит какие-то процессы которыми вы управляете то есть это на физике может выглядеть таким образом что вот у вас есть какая-то программа конкретная да вот распорядок дня и вот благодаря этой дисциплине распорядку дня у вас все получается потому что не будь у вас распорядка дня вы бы столкнулись с огромными трудностями и сложностями почему потому что вот они как будто бы вас не знаю как будто бы вас спасают то как вы манипулируете манипулируется в плане управления лету как вы управляете своим днем вот это вот вам идет как раз таки во благо здесь идет так но по крайней мере вы думаете продумываете на будущее как вы можете что-то реализовать ну вот хочется сказать что вот во всей вашей этой истории да вот этот вот ваш маг он вас спасает осенью потому что ну неприятно даже не то что неприятные сложные здесь сложности идут здесь идут трудности понимаете трудности которые надо преодолевать но именно не эмоционально а логически там например мне идет решение каких-то документов так вот что-то с бумагами вам нужно будет делать здесь не надо как-то эмоционировать вовы нету бумаги и мне не дают и я не могу и достать и что-то нет здесь вам просто нужно быть таким знаете дисциплинированным человеком который готов кей нету где ее можно взять нельзя ее здесь взять кто мне может помочь в этом деле да кому я могу обратиться что мне необходимо не надо переживать что там там 10 бумаг надо собрать либо 20 бумаг надо собрать пишите себе список и четко по пунктам проходите здесь вот что такое какая-то методичность идет вот она будет вам вас спасать поэтому если к сразу как подсказку могу сказать опирайтесь на своего мага на вот это вот методичность на какую-то стратегию у вас все получится именно благодаря вот этому вот холодному разуму и умению решать сложные какие-то задачи вы умеете это решать поэтому вам здесь переживать вообще не нужнее чтобы здесь были вот именно какие-то такие эмоции хотя страхи ну если их можно отвести к нему к эмоциям они являются но почему-то у меня ассоциация страхов скорее всего даже не с кубками а именно с мыслями то есть вы пугаете себя самостоятельно в своей голове если мы говорим о том как будет проходить вашу жизнь через вас проистекать ваше отношение непосредственно к жизни осенью то у нас выпадает аркан шута который говорит о том что вас ведет причем так интересно шут у меня смотрит в одну сторону налево а я в сверку кубков который говорила про эмоции на я смотрю другую сторону то есть здесь как будто бы эмоции вас будут вести в одну сторону и логика вас будет вести в другую сторону вот как-то разделение вы не будете его находиться в каком-то согласии но все что связано с вашим интеллектом мыслительным процессом логическим рассуждением и непосредственно физическим комфортом и удобством у нас здесь выпадают два великих аркана но помимо башни которые как раз таки говорят о том что исключительно на вашей логике до исключительно на серьезном каком-то здравом подходе благодаря этому вы сможете решать какие-то задачи ашут у нас говорит как раз таки о том что вам необходимо новое мышление новый подход новые какие-то для себя пути надо открывать возможно необходимо для воодушевления вдохновления на решение какой-то задачи вам нужно будет пойти в какие-то новые места до в которых вы ранее не бывали возможно здесь акцент будет связан непосредственно даже с детьми да это то что вот возможно о чем вы будете думать либо о каком-то обновлении но ты говорила про очищение да здесь энергия очищения идет по башне но здесь еще присутствует вот именно забота о ребенке в том числе о своем внутреннем то есть у вас в этом в этот период а в это время года осенью будет очень правильно растру выстроены приоритеты в плане вашего внутреннего ребенка так как выпадает шуты вашего внутреннего взрослого как выпадает маг здесь вот как будто бы такая гармоничность при всей сложной внешней какой-то ситуации я не вижу чтобы вы проходили внутренние какие-то трансформации и перемены вот именно с точки зрения внутреннего а внутренних каких-то предпосылок здесь скорее всего реакция на внешние перемены то есть возможно в прошлом у вас были уже внутренние перемены и они отражаются сейчас во внешнем мире и вот вам надо теперь с внешним миром как-то взаимодействовать вот это вот ваша реакция на внешний мир она будет как раз и параллельно и показывать вам то что происходило до этого в предыдущие периоды насколько вы ну то есть как то знаете через внешний мир вы увидите то что внутри вас происходило причем ваши потребности помогу они будут вскрываться каждый раз все больше и больше вы будете видеть что вы заслуживаете большего что вы можете больше то есть вы как будто бы себя будете раскрывать до потребности ваши будут покрываться но чем больше они будут покрываться тем больше у вас будет появляться желание и при этом уверенности в себе то есть вот в мыслях возможно где-то будет проскальзываться какой так какой-то инфантилизм в плане именно страха потому что мнение я не могу у меня это не получится я в это не уверен там по девятке мечей какие-то чувства вины что ой блин почему со мной такое происходит или вот как-то что-то не то но благодаря своему могу вот он держит вашу всю конструкцию в осенью вы будете понимать что нет ни на переживать я я справлюсь я справлюсь у меня все получится здесь вот прекрасно трое человек появляется чувство уверенности и веры в себя желание делать шаг вперед двигаться вперед и при этом такой знаете вот взрослое движение вперед но непростое с трудностями сложностями с преодолеванием преодолеванием себя но вот здесь как будто бы таким образом идет шлифовка вас вас самих вот такая у меня осень и для вас троечки хочу пожелать вам все хороших выходных прекрасного настроения удачи здоровья счастья и всего самого что наилучшего что вы можете пожелать себе сами и конечно же открытых вам и светлых всем дорог я с вами прощаюсь хороших вам выходных всем пока пока